Президент России предложил запустить с 2020 года программу «Земский учитель». Об этом он заявил в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Вопросы образования в своем выступлении глава государства выделил в отдельный блок. Он отметил, что доступность детских садов обеспечена практически повсеместно, но до конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями, создать в них не менее 270 тысяч новых мест, включая негосударственный сектор. Причем 90 тысяч мест должно быть создано уже в этом году. В Ненецком округе в рамках указа президента обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 8 лет. Сейчас в приоритетных задачах обеспечение местами в дошкольных учреждениях детей с полутора лет. Здесь в рамках национального проекта мы планируем построить 4 образовательные организации, в которых будут предусмотрены места для детей данной возрастной категории. Касаясь вопроса кадров для сферы образования, глава государства предложил с 2020 года запустить программу «Земский учитель», по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые захотят и переезжают работать в села и малые города. В Ненецком округе уже несколько лет действует программа поддержки учителей, приезжающих работать на село. В округе уже на протяжении длительного времени у нас установлено уже и выплачиваются подъемные в размере 500 и 300 тысяч рублей для молодых специалистов, которые едут у нас работать на село. Соответственно, 500 тысяч для тех, кто имеет высшее образование, 300 тысяч для специалистов со среди специальным образованием. В настоящее время прорабатываем вопрос также в целях привлечения кадров для работы в округ в отношении студентов педагогических вузов. Здесь хотим установить им стипендиальные выплаты дополнительные, кроме того, наим жилья за пределами округа и компенсировать расходы по проезду от места учебы, соответственно, к нам в округ.